Привет, ребята! Привет вам из Лондона, привет вам из моего сада. Сегодня 30 ноября, час дня, 8 градусов тепла. Интересная новость появилась о британской семье нашей. О том, что впервые за 30 лет наш король пригласил Ферги, Ферги, наверное, она называется, на рождественский ужин совместно со всей королевской семьёй. Кто не знает, кто такая Ферги, это жена принца Эндрю. Кто такой принц Эндрю? Это младший брат нашего короля, Чарльза. Он находится, как говорится, под страшным запретом, начиная с 2011 года, с января. Этот самый Эндрю, просто даже трудно сказать, что на него вылилось. Его лишили всех, так сказать, наград и званий в 19-м году. Еще матушка королева была жива, это его, он любимец королевы был. С женой, со своей Сарой Фергюсон. Фергюсон, он развёлся давно, там был какой-то скандал, я ничего не знаю про этот скандал. Единственное, что я знаю, что я с ней лично разговаривала. В 12-м году она мне показывала фотографии своей дочери. Эта дочь должна была стать советницей короля. То есть у короля есть несколько советников, которые заменяют его, когда он не находится в стране. И они, или наоборот, они выезжают от его имени в другую страну, и там они его, можно сказать, представляют. Также на следующей неделе начнется визит принца, так его, Вильяма с Кэтрин в Америку. Они будут в Америке представлять свою премию, какая-то там у них премия, их благотворительной организации, и победителей будут награждать, давать им по миллиону долларов. Это всё будет происходить в Чикаго. Туда съехалось огромное количество знаменитостей. Туда же по случайному стечению обстоятельства устремился президент Соединённых Штатов Товарищ Байден. Но сказали, что нет, это просто совпадение, они не встретятся. Тем не менее, туда же одновременно попадут и Харик, нелюбимый брат товарища Вильямса. С некоторых пор со своей женкой Мэган Маркл, но тоже они не встретятся. Нужно сказать, что многие удивились, почему Фергю была приглашена на рождественский, так сказать, обед, завтрак и ужин. Потому что раз Эндрю является, так сказать, опозорившим семью, но тем не менее он опозорил семью с точки зрения государства, но, скорее всего, он тоже будет присутствовать вместе со своей женой. Либо она будет каким-то образом отсвечивать, так сказать, чтобы он не отсвечивал. И та же самая история могла бы случиться с Гарри, который 8 января выпускает свою книгу, которую уже сейчас все боятся, потому что, скорее всего, в этой книге будет описано много всего неприятного о королевской семье. Говорят, что даже принц, ну уже он король, Чарльз, протягивал пальмовую ветвь и Гаррику в виде того, что если Гаррик вернется, то ему будут предоставлены какие-то там, не знаю, государственные службы и вернут награды. Но он не согласился, не согласился. Поэтому решено было, значит, неожиданно через быстро вышедшую книгу какого-то бывшего работника Букингемского дворца. Значит, он выпустил книгу, в которой он говорит, что Гаррик в своей книге будет клеветать. Он будет в этой книге писать, что он знал о диагнозе нашей матушки-королевы. Рак у нее был. Это все было скрывалось Букингемским дворцом. Вот сказали, что умерла от старости, а, оказывается, она последние месяцы страдала от рака. И якобы она об этом открылась к Гаррику. Вот. Ну, тут у меня, кстати, я немножечко так это подумала. Там могли быть всякие варианты, но, тем не менее, он в этой книге как бы хотел сделать на этом акцент в своей книге. А тут они его опередили, так сказать, упреждающий удар сделали. Теперь он в своей книге, если там шел упор, видимо, они узнают, как выглядит эта книга. И, значит, он какой-то строил свою линию атаки на семью на вот этой основе, что... Ну, не буду уточнять, что он там строил, не знаю. Но факт остается фактом, что приглашение Фергю означает, что принц, в смысле король наш, Карл, считает, что Рождество – это семейный праздник, когда нужно всем все прощать и со всеми сдруживаться. Я, глядя на эту всю картину, ну, я и раньше как бы думала о том, как я могу это все использовать. Но теперь, теперь я как-то так подумала, что да, но есть возможность, есть возможность для игры. Как я уже сказала, с Фергю я разговаривала, как, впрочем, и с другими членами королевской семьи. Она мне показывала фотографии своей дочери, была очень добра ко мне. Вот, ну, и, в общем, как-то можно это все дело тоже использовать в том смысле, что лично мне давным-давно поднадоела вся эта ситуация, в которой я нахожусь долгие годы. Ну, а пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok